Церемония Возложения цветов Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Я хотел бы вас всех поздравить с нашим государственным праздником. С днем воинской славы. Действительно, 635 лет тому назад Россия, Дмитрий Донской одержали важную для нас победу. И эта важная победа была торжеством нашего российского русского оружия, которое ковалось здесь, в стенах этого Кремля, на оружейных заводах и предприятиях города Тулы. И очень важно и знаменательно, что именно открытие памятника Дмитрию Донскому в год 70-летия нашей с вами победы. Тулики всегда защищали нашу страну во все периоды самой сложной и трудной жизни нашей истории. И Великую Отечественную войну. Город-герой, город воинской славы Тулы всегда был надежным опором страны. И на сегодняшний день это город не только вооруженников, но это и город еще и трудовой славы. Город культурной славы. Город, который всегда чтил и чтит традиции российского государства. С праздником во всех! Уважаемый Александр Дмитриевич, Ваше высокопресвященство, земляки, сегодня наш праздник. Почему я говорю наш? Потому что действительно на Тульской земле 635 лет назад была одержана важная победа. Победа, которая ознаменовала становление нового российского государства. Когда разнорозненные княжества объединились и дали отпор врагу. Дмитрий Донской человек, с которым связана вся история Тульской области. И сегодня восторжествует справедливость и на территории Тульского Кремля установлено освящен памятник Дмитрию Донскому. Человеку, который нес огромный вклад как в развитие Тульской земли, так и в развитие нашей великой Родины. С праздником вас! Будем пузатые. Вот, например, авторские работы. Это Тульское чаепитие или Тульский левша. Ну, я уже сказал несколько слов. Я скажу, что я просто восхищен от того, что я увидел. Кремль действительно зажил второй жизнью. Благоустройство, исторический подход к сохранению нашей истории. Даже вот разбивка в Кремле тех подворья, где жили знаменитые тулики, это тоже как раз дань уважения нашей истории. Но и смелый подход совмещения истории и современных конструкций, это дало возможность сохранить старые здания, не разрушив их, а наоборот реставрируя и дать новую площадку. Потому что, наверное, именно этого не хватало. И то, что организация и реставрация торговых рядов, это тоже восхищает. По одной простой причине здесь не просто какие-то лавочки, а здесь, конечно, те мастера работают, тульские мастера в первую очередь, которые прославляют тульское творчество. Ну и самое главное, исторически живет. И то, что у нас 635-я годовщина победы на Куликовом поле, безусловно, вместе с открытием храма Дмитрия Донского и его супруги Ефросиния и установление памятника, это было логичное решение. Мне кажется, памятник писался. Он очень получился такой хороший, домашний. И с одной стороны, а с другой стороны, вот он уже у нас дней 10 стоит, я просто вижу, как люди подходят и на его фоне с удовольствием фотографируются. Значит, людям нравится.